Здравствуйте. Давайте я сначала представлюсь. Тут в принципе написано. Меня зовут Григорий Бакунов. Я работаю в компании Яндекс. Работаю я в ней, чтобы не соврать, лет, наверное, 15. Должность моя называется директор по распространению технологий. И прелесть ситуации в том, что никто не понимает, что это означает. Я выработал удобный для себя рассказ, когда приходится представляться каким-нибудь англоязычным партнером, и тебя спрашивают, что ты делаешь в компании, я отвечаю, I do my best. Я делаю все, что могу. На самом деле я реально в компании занимаюсь именно этим. У меня есть самые разносторонние интересы. Например, я в компании руковожу системами распознавания голоса, всем, что связано с работой со звуком. Одновременно с этим у меня есть большая группа, которая занимается разными интересными экспериментальными проектами, вообще не связанными с наукой и какими-то действительно компьютер-сайенсом. Одновременно с этим у меня есть группа, которая занимается работой с звуком и видео, но не в научном плане, а просто подготавливает съемки, какие-то видеоматериалы делает и так далее. То есть на самом деле, наверное, прелесть моей ситуации в том, что я работаю в самом широком понятии в IT. Я просто реально занимаюсь всем. Такой и швец, и женец. Что я хотел вам сегодня рассказать и зачем я вообще, собственно говоря, пришел. У меня есть такая очень короткая лекция, она правда очень короткая, о том, почему именно сейчас очень важно заниматься именно компьютер-сайенс. При этом, я сейчас, значит, маленькие, маленькое упражнение. Я знаю, что вы все пришли из нормальных, хороших школ и уже наверняка устали вот этого процесса взаимодействия с преподавателем или с лектором. Поднимите, пожалуйста, руки, кто программирует. Ага, опустите. Ребята, большая часть из вас не программисты. Я сейчас это говорю так уверенно, потому что я примерно такой же, как вы. В смысле, что у меня хорошие навыки программиста. Я хорошо умею писать код, я за свою жизнь написал огромное количество программ, некоторые из которых даже, не знаю, часть из них летает на спутниках, часть из них работает глубоко под землей, часть работает внутри почти каждой операционной системы. При этом с точки зрения современной реальности я не программист, я, простите, кодер, человек, который производит код, больше ничего. Потому что, к сожалению, современная реальность такова, что программист — это примерно на 50% математик. Мы вернулись к тому, с чего начиналась, с чего начиналась, собственно, индустрия программирования. Индустрия программирования начиналась с математики. И уже тогда, знаете, сейчас очень модно говорить про большие данные. Все говорят там Big Data, кто-то говорит большие данные. Это такой смешной термин, мне каждый раз от него очень смешно, потому что я помню, как 20 лет назад мы работали на большом проекте, связанном со спутниковыми данными, и мне говорили, у нас такие данные, у нас их столько. Слушайте, мы в час обрабатываем 20 мегабайт. Я не знаю, у кого сейчас самый дешевый телефон вот здесь находится, я думаю, что у вас в телефоне больше 20 мегабайт. Средняя картинка, напомню, в телефоне 4-5 мегабайт. И это уже скомпрессировано. В отношении объема данных на самом деле изменился, ну, объем изменился радикально за прошедшие 20 лет. И на самом деле это вернуло нас к тому, с чего мы начали. У нас сейчас данные, объем данных растет быстрее, чем мы умеем их обрабатывать вот в таком простом программистском режиме, когда не требуется особой математики. Ведь на самом деле у нас 20 лет был, есть такое хорошее слово, трейдов. Мы разменяли умение программистов придумывать умные алгоритмы на то, что технологи придумали новые быстрые процессоры, большое количество памяти, что-то еще. И вот мы наконец-то пришли снова к тому, с чего начали. Нынешние компьютеры опять недостаточно быстрые. И опять требуется, и будут следующие 10, 15, наверное, 20 лет требоваться программисты с глубоким пониманием алгоритмов, с глубоким пониманием математики. Собственно, к чему я это все рассказываю? На самом деле я это все рассказываю к тому, чтобы дать вам, мне кажется, понять, что вы пришли просто в нужное время. Я сейчас немножко очень быстро пробегусь вообще по некоторым примерам, как вообще все эти штуки работают. Потому что когда я говорю математика, некоторых это начинает пугать. На самом деле для большинства, это, знаете, наверное, сейчас будет кусок лекции для родителей. Для большинства родителей, которые на самом деле не так глубоки в математике, как дети сейчас в среднем, как работает восприятие человека и как работают на самом деле алгоритмы. Они работают примерно одинаково. Я вот нарисовал тут такие, знаете, крестики-нолики. Я их нарисовал неспроста. Мне вот интересно, знаете, сейчас мне важный вопрос задам. Я даже не буду говорить, где что. Вот как вы думаете, вот там вместо знака вопроса, если там сейчас что-то появится, там что должно появиться? Мне очень нравится, взрослые обычно говорят крестик-крестик, дети отвечают правильно что угодно, а на самом деле, ну конечно же, вы сейчас думаете, что я вас подловить пытаюсь. Да нет, конечно, там нолик, но это не вопрос даже. Ну очевидно, там должен быть нолик. На самом деле, как это работает? Мы в своей голове просто чисто визуально группируем и говорим, ну знаете, вот кажется, если вот так провести черту, все, что там ее правее, это будут нолики, все, что там ее левее, это будут крестики. На самом деле, все системы машинного обучения работают по тому же самому принципу. Сейчас я вам приведу пример, который я делаю даже не с вами, я это делаю со средними и чуть-чуть более старшими школьниками. Я преподаю в нескольких школах, и мы проводим довольно интересный эксперимент. Я обычно прошу школьников в тайне от остальных построить такой двумерный график, где разместить точки, соответствующие их соученикам. При этом по оси Y вы видите, да, это просто рост человека, и по оси X это средняя успеваемость. Сейчас я вам покажу, ну вот это на самом деле довольно типичная картина. Обратите внимание, да, вот как бы есть такая система. Спрашивают, почему 10-бальная шкала? На самом деле, просто дело в том, что в половине шкала 100-бальная, где-то 5-бальная, где-то есть плюсы-минусы, и мы просто решили, что проще всего нормировать на 10-бальную шкалу и не париться по этому поводу. Это средняя успеваемость. Обратите, кстати, внимание, что точки 10 не было ни у кого на моей памяти. Обязательно у кого-то что-то случалось. Но это сейчас не очень важно. Вот мы нарисовали вот такой график, где каждого человека, каждого соученика разместили на этой плоскости. Зачем мы вообще это делали? На самом деле мы это делали не просто так. Мы, кроме всего прочего, еще и разметили, какой человек тебе нравится, а какой человек тебе не нравится. Именно по этой причине я попросил детей делать это втайне. Потому что, как выяснилось, большая, ну вообще в средних классах, как выяснилось, это проблема рассказать, кто тебе нравится, а кто тебе не нравится. Ну я не ожидал, честно. Зачем это было нужно? Это было нужно за тем, что я потом в какой-то момент начал смешивать группы. Ну понятно же, что это дополнительное образование, а не основное. И дети переходили из группы в группу, вся статистика по поводу их предыдущей успеваемости была доступна другой группе. И, ну вы же понимаете, да, так же, как мы играли в крестики-нолики, я говорю, смотрите, приходит новый человек. Разместите на этом графике, поставьте значок вопроса и подумайте, понравится вам этот человек или нет. Вот так примерно смешивались группы. Ну и мне кажется, фокус довольно очевидный, да? Ну, это же очень по-человечески. Нам действительно нравятся примерно одинаковые люди. Сейчас я вам вот примерно вот так покажу. На самом деле, вот в этом конкретном случае, как вы видите, человеку просто не нравились люди, которые плохо учатся. Это во-первых. Я просто знаю, чьи это данные. Это данные одной девушки, которая сейчас учится уже здесь в вышке. Обратите внимание, мне кажется, по этому графику очень легко понять по-человечески, да? Что ей нравится? Ей нравятся хорошо учащиеся и высокие мальчики. При этом, на самом деле, эта картина не универсальна. Это картина одного конкретного человека. Потому что у меня есть прямо противоположная картина. У меня, к сожалению, с собой ее сейчас нет. Но у меня есть очень интересная такая же картинка, в которой, кроме вот этого облачка высоких и хорошо успевающих мальчиков, есть еще несколько точек в левом верхнем углу. То есть высокие хулиганы, я бы так сказал. То есть в этом отношении, мне кажется, девочки довольно легко предсказуемы. На самом деле, конечно же, я почему это показываю? Потому что вот такие визуальные, казалось бы, объединения, это ровно то, как работают сейчас большинство систем машинного обучения. Мы каждым добавлением нового человека дообучаем эту систему. И она работает даже на таких примитивных примерах. Это штука, в которой, казалось бы, математика не нужна, но в реальной жизни этих двух размерностей никогда не бывает достаточно. В реальной жизни у нас, не знаю, во многих проектах 80-мерное пространство, у нас есть 80 факторов, по которым мы определяем близость тех или иных событий, тех или иных объектов. И, конечно же, мы, в смысле, мы как IT-специалисты, и я как представитель Яндекса в частности, конечно же, использую это не для того, чтобы людей размечать. Конечно же, мы все системы машинного обучения используем совершенно по-разному. Но мой любимый за последнее время пример – это мы помогаем компании, которая делает World of Tanks. Мы помогаем им в совершенно разных областях. Например, мы умеем по разным характеристикам игрока предсказывать вероятность того, что игрок, скорее всего, скоро перестанет играть, ему скоро надоест. Ну, потому что довольно легко классифицировать по предыдущим действиям, по тому, каким именно образом, собственно говоря, что он покупал, как он играл, можно легко довольно предсказать, откажется он от игры или нет. Совершенно противоположный, как мне кажется, пример. Например, эта же технология ровно один в один, ровно этот же алгоритм используется для того, чтобы предсказывать, в каком порядке правильно выставить товары на полках в одном из крупнейших европейских супермаркетов. Вся группа алгоритмов машинного обучения, они все очень разные, но тем не менее, используются невероятно широко. Я знаю всего одну область, в которой до сих пор машинное обучение очень слабо применимо. Сейчас я вам расскажу этот пример. Три года назад, когда я начал активно заниматься этой темой и начал пытаться понять, что же можно сделать, первое, что пришло мне в голову, есть же отличная область. Есть медицина, в которой про каждого человека огромное количество информации, исторически наработанное и все такое. И я подумал, ну господи, ну можно же построить универсального диагноста. Можно построить такую машину, в которую сгружаешь свою карточку и на выходе получаешь набор диагнозов. Знаете, в чем оказалась проблема? Проблема оказалась в том, что машинное обучение это штука, которую нужно обучать. То есть нужно набор данных и правильный результат. Набор данных и правильный результат. Оказалось, что современный диагност, то есть человек, который ставит вам диагнозы, в данный текущий момент времени, глядя на вашу карточку, указывает вам диагноз с вероятностью правильного попадения 24%. Ну то есть это даже ниже 50%, вы понимаете, да? И просто на этих данных очень сложно обучаться. Но на самом деле диагностика как наука двигается довольно шустро вперед, во многом благодаря машинному обучению. Потому что машинное обучение в данном случае позволяет резко сузить набор гипотез, что ли. Резко сузить набор гипотез на заболевания, которыми вы, предполагаемо, болеете. Вот это правило насчет того, что большая часть современных технологий работает ровно так же, как человек, это на самом деле, ну я бы сказал так, это я сознательно путаю причину и следствие. На самом деле человек работает ровно так же, как работают современные системы машинного обучения и вообще большая часть современных прикладных компьютерных штук. Потому что одно время эти технологии, в смысле там, например, нейронные сети, двигались в направлении, похожем на направление естественно природное в силу имитации природных процессов. Но сейчас мы понимаем, что на самом деле нет, просто в природе все устроено довольно органично, и человек в том числе устроен довольно органично. Сейчас я вам другой пример приведу. Есть вторая любимая область, которая мне прямо очень нравится, она называется компьютерное зрение, применяется в огромном количестве областей, просто чудовищно, везде сейчас, где вы видите. Ну я не знаю, я вчера получил штраф за неправильную парковку. Он выписывается автоматически с помощью компьютерного зрения. Небольшой фокус, но тем не менее. Как видит глаз человека? Ну, собственно, я думаю, что вы из уроков анатомии все знаете, как он примерно видит. Я вам сейчас другой факт покажу, который почему-то в школе не дают. Вот это вот такой специальный фильтр, который показывает, как любое изображение видит ребенок до примерно двух недель. А современные компьютеры, они примерно на этом уровне пока, если честно. То есть, сейчас я вам специально покажу, вот так вот примерно видит ребенок до двух недель, а вот такая пикселизация или такое упрощение картинки нужно для того, чтобы компьютер в реальном режиме времени успевал обрабатывать изображение. Современный компьютер. Это реальные данные, в смысле, это не шутка. Обратите внимание, что даже на таком уровне пикселизации легко видно, что это лицо, что на нем есть глаза, кажется, что оно улыбается, и легко понятны некоторые контуры. Давайте я еще одну такую же картинку покажу, чтобы было понятно, что это действительно всегда легко узнаваемо. Больше того, на предыдущей картинке и на этой легко видно, что на первой картинке взгляд был на вас, а на этом уровне пикселизации видно, что взгляд не на вас. Вот примерно так вы все видели в возрасте до двух, до трех примерно недель, и примерно так работает современный компьютер. Я, собственно, к чему это все показываю? Сейчас я вам расскажу еще одну историю. Вы, наверное, заметили, да? У меня большая часть выступления состоит из истории. Сейчас я вам расскажу еще одну историю. Область компьютерного зрения, область, с одной стороны, очень старая, ей начали заниматься больше 30 лет назад, а с другой стороны, невероятно молодая. Потому что технологии обработки изображений, технологии работы с изображениями мы начали нарабатывать только сейчас. И в ней работают даже не то, что математические какие-то трюки, да, а трюки на уровне банальной, не эрудиции, как бы правильно вам сказать-то, на уровне банальной сообразительности. Есть такая задача, мне она очень нравится, я очень люблю ее рассказывать. Есть огромная база фотографий, давайте говорить прямым текстом. Есть Facebook или есть ВКонтакте, в котором огромное количество фотографий. На этих фотографиях известно, кто изображен. Ну, в смысле, мы знаем, что есть, вот можно найти такую целую базу, в которой 50 фотографий одного человека. В профиль, в анфас, затылка, как угодно. А вот, собственно говоря, задача теперь. У нас есть фотография человека в профиль и фотография человека в анфас. Нужно автоматически, то есть не применяя наше человеческое представление о том, может ли так выглядеть человек в профиле в анфас, сказать, с какой вероятностью это один и тот же человек. На самом деле, вот если бы вы работали с компьютерным зрением, вы бы знали, что задачу эту на самом деле решили, только в 2009 году, при этом решили ее, детский мат, есть такое хорошее выражение, решили ее способом, который никакого отношения не имеет к математике. Оказалось, что самый простой способ понять, один ли тот же этот человек, это сделать вот что. Взять профиль этого человека, найти в базе фотографий, человека с похожим на него профилем, взять анфас этого человека и сравнить эти два анфаса. Вероятность того, что два человека с примерно похожим лицом будут похожи в профиле в анфас, согласно медицине 99%. Вот такие банальные трюки используются сейчас в компьютер-сайенс в области компьютерного зрения. И ведь это на самом деле не от того, что мы настолько глупые. 2009 год, напомню, то есть буквально вот это произошло вот только-только. Ох, я забываю листать слайды, прошу прощения. Сейчас я вам покажу даже. Вот это на самом деле анфас и профиль человека, который похож на этого человека. Это не шутка сейчас. На самом деле технологии компьютерного зрения применяются просто везде. Они сейчас на самом начальном уровне. Мы, собственно, в начале пути. Связано это с тем, что только сейчас мы научились строить компьютеры, которые по темпам быстродействия сравнимы с современными белковыми компьютерами, которые у вас где-то там над плечами находятся в среднем. Применяются при этом компьютерное зрение просто везде. Ну, очевидное применение, которое вы видели, наверное, все, это социальные сети и средства для разметки фотографий. При этом очевидно, что, конечно же, на этом все не заканчивается. Я первый раз в своей жизни с компьютерным зрением работал в, дай бог памяти, 96-м году. И тогда мы пытались решить универсальную, очень крутую задачу, как прицепить прическу одного человека на голову другого человека. И тогда это просто казалось чем-то космическим. Сегодня эти задачи можно решить на просто готовых open-source компонентах вот так. Просто взял и сделал. Это, на самом деле, показатель того, что область развивается, с одной стороны. А с другой стороны, почти каждая большая компания, которая пытается что-то произвести и что-то сделать в области computer science, начинает почти всю работу с нуля. Потому что область развивается настолько бешенными темпами, что компоненты, которые были произведены 2-3, 4 года назад, уже никуда не годятся. Они уже не соответствуют нашему представлению о текущем состоянии науки. Сейчас я вам еще один пример приведу из этой же области. На Яндекс.Картах есть панорамы такие. В России эти панорамы довольно скучные с точки зрения computer science, потому что делать их довольно просто, они к науке никакого отношения не имеют. А также в России такое законодательство, которое позволяет не убирать лица, не замазывать номера и все вот это хозяйство. Но у нас есть другой интересный опыт в Турции. Мы в Турции решали невероятно интересную с точки зрения computer science задачу. Сейчас я вам ее расскажу. В Турции необходимо просто в обязательном порядке заблюривать, это называется, замазывать лица на фотографиях, если вы не получили явного разрешения у этого лица на публикацию. Понятно, что это огромная работа, которую в принципе довольно легко сделать, потому что нам не нужно было узнать, чье это лицо, а только опознать лицо. Как я вам показывал, перед этим лицо опознать очень легко. Ну если там есть две точечки и какой-то явный контур в виде рта, вероятнее всего это лицо. Есть одно но. В Турции есть такой большой культ человека, которого звали Татюрк. Это человек, который создал по сути, по большому счету, Турцию, такой, какая она сейчас есть, и про него, про него этого человека нужно знать вот что. Его фотографии и памятники заблуривать нельзя. Даже я на фотографиях не всегда могу понять, где это плакат или памятник, а где это живой человек. Тем не менее, собственно, Яндекс.Панорамы в Турции пользуются невероятным успехом ровно потому, что мы смогли, собственно говоря, пройти весь этот путь. Мы научили, мы создали новый совершенно алгоритм, который позволяет с очень большой вероятностью говорить, что это памятник, и то, что у нас называется, разблуривать. На самом деле, турки были в восторге. Турки были в восторге, потому что к ним пришла какая-то непонятная, не турецкая вроде бы компания, и при этом сделала все для того, чтобы турки были счастливы и могли пользоваться панорамами. Эта история очень любима нами, потому что фотография Ататурка с надписью «Don't Blurit», которая висела у нас в офисе, в том куске, который занимался компьютером, компьютер-виженом, обошла, по-моему, все турецкие СМИ. Это было очень увлекательно. В поиске по картинкам у Яндекса есть такая штука, которая называется «Поиск дубликатов». Косвенным использованием этого сервиса является поиск по фотографиям. Он очень странный сам по себе. Я очень люблю этот пример, потому что он совершенно не очевиден. Вы знаете, кто вот это на фотографии? Вот это вот, сейчас покажу вам, вот это тот же самый человек. Благодаря компьютер-сайенсу мы можем делать прекрасные штуки. Я всем рассказываю, мы сделали внутренний прототип, такой внутри компании, и теперь просто это невероятная игрушка, которой пользуются все. Фотографируешь сам себя и находишь человека в большой базе данных, на которого ты будешь похож через 20 лет, через 30, через 50, потому что люди на самом деле стареют примерно одинаково. Такие фокусы на самом деле, это, ну как бы с одной стороны, ничего суперкрутого из себя не представляют, но на самом деле, вот сейчас я к родителям обращаюсь, вот помните, мы в детстве говорили про в космос полететь, да, у нас многие мечтали быть космонавтами, это была такая притча про то, что там вся наука связана с космосом, а все такое. Так вот, современный компьютер-сайенс, это на самом деле и есть современные ракетные технологии. То есть, да, я успел заскочить на предыдущую ракету и успел отправить часть своего кода, часть своих программ в космос. Но вообще-то вам в среднем это уже не нужно, потому что современные компьютер-сайенсы, современные компьютерные вычисления, это такая штука, которая намного увлекательнее. Вам не нужно лететь в космос, вам не нужно что-то исправлять на всей планете, потому что прямо сейчас те технологии, которые вам доступны, и те технологии, которые вы, я надеюсь, будете развивать, это такая штука, которая изменяет весь мир целиком, прямо не выходя из дома. Я на самом деле все, что хотел рассказать, рассказал. Я готов поотвечать на ваши вопросы, если такие найдутся. Я могу вам вопросы еще позадавать. Хотите? То есть я так хорошо рассказал, что вы не хотите ни вопросов, ни ответов. Спрашиваю, что было самым трудным в Яндексе для меня. У меня очень сложный с точки зрения карьеры путь. Дело в том, что я перед тем, как прийти в Яндекс работать, я был техническим директором компании, которая обрабатывала спутниковые данные, и пришел я в Яндекс, и с вами слушает, я не могу больше руководить, и дайте мне уже поработать руками. Самым трудным было то, что через полгода стало понятно, что для того, чтобы добиваться тех целей, которые мне нравятся, для того, чтобы достигать тех результатов, которые мне нравятся, к сожалению, нужно руководить людьми. То есть совершенно не технические проблемы. При этом одна из самых больших моих проблем связана с тем, что я вам всем очень завидую. У меня, к сожалению, совершенно непрофильное образование. Я по образованию актер театра, драмы и кино. Это та причина, по которой я могу смело вам говорить, что большая часть из вас не программисты, потому что я не программист. У меня очень плохая математическая база, у меня очень плохо. То есть мне реально понадобилось несколько лет упорного самообразования для того, чтобы начать разбираться в том, что я делаю. Это было очень тяжело, и это было очень, скажем, непросто. Вам сейчас сильно везет, потому что большая часть информации, которая вам нужна, есть в книгах и в сети. И в наше время это было немножко по-другому. Еще? Давайте. Хорошо, давайте я вам вопрос задам. Кто знал, кто я такой до того, как пришел сюда? Раз, два, три, четыре, пять. Короче, в общем, некоторое количество людей. При этом кто знал, что такое Яндекс до того, как сюда пришел? Разительный контраст. На самом деле это одна из проблем и одновременно большая радость для меня, потому что в современном мире люди знают компании, почти не знают людей. И это, наверное, хорошо, потому что большому счету сейчас вот таких талантливых одиночек практически не бывает. Везде почти работает коллектив. В области компьютер-сайенс на самом деле это видно особенно сильно, потому что, ну, например, современный прорыв, связанный с нейронными сетями, обеспечили ребята из Канады, развили ребята из Франции, доработали ребята в России и после этого реализовывали там, типа, некоторое количество из этих технологий были применены в Яндексе. Это настолько международная штука, она настолько распределенная, я бы так сказал, географически, что говорить о узнавании одного конкретного человека, наверное, уже даже неправильно. Мы уже не очень понимаем, чьими конкретными научными трудами мы пользуемся. Это большая часть современной науки, мне кажется. Вопросы? Можно что-нибудь про связь математики и программирование, что вы делаете на математике и работе вот такого? Значит, смотрите, современные программисты, с моей точки зрения, делятся на три больших категории. Есть ребята, которые просто пишут код. На самом деле таких людей со временем становится все больше в абсолютном, все больше в абсолютном количестве, но процентно, в смысле в общем количестве программистов, их содержание падает. Количество просто программистов, ты же программистов, постепенно падает. Слава богу. Есть средняя прослойка, я обычно говорю так, есть маляры, знаете, да, которые заборы красят, а есть художники, которые занимаются высоким искусством и наукой. В серединке есть небольшая прослойка людей, которые умеют и красить заборы, и хорошо рисовать. Вот эта прослойка, она самая крутая. Вообще, если вы читали, есть такой великий писатель, был, к сожалению, такой великий писатель Роберт Хайнлайн, который в свое время очень точно заметил, что человек должен вообще уметь все, пахать, копать, сеять, взрывать, стрелять, я не знаю, все что угодно, потому что узкая специализация это удел насекомых, это муравьи могут себе позволить всю жизнь быть рабочим или всю жизнь быть охранником. Человек должен уметь все. Поэтому, к сожалению, современный программист, это как идеал вот этого такого человека, который умеет все, тоже на самом деле уметь все, в том числе просто кодировать и заниматься глубокими алгоритмами. Какая связь непосредственно между математикой и программированием? На самом деле прямая. То есть современные алгоритмы строятся на чисто математической базе. И без этого никуда уже. То есть если вы пиком своей карьеры считаете писать приложение для айфона, нет, ради бога. Но это имеет довольно маленькое отношение к профессии программирования, к профессии программиста как такового. Большая часть людей, кстати, которые работают в Яндексе и которые сейчас занимаются программированием под мобильное, у них довольно хорошая математическая база и они довольно неплохо разбираются и в других алгоритмах тоже. Просто они сознательно выбрали разработку под мобильный, уже имея возможность сравнить ее, например, с разработкой больших поисковых систем, которая вообще чистая математика. У нас внутри Яндекса есть некоторое количество людей, которые сознательно отказались от написания кода вообще. Они вообще пишут алгоритмы, они описывают алгоритмы на бумажке, ну в смысле в текстовом редакторе, но тем не менее. Профессия программиста очень широкая, но самая интересная ее часть связана с математикой. Ну, по крайней мере, я это уверенно говорю, потому что у меня, смотрите, высшая с математикой всегда была плохо, приходилось все это нагонять, потому что всегда было очень интересно. Спасибо. Давайте с места. Да вы что, это на самом деле тема такая. Компьютерная лингвистика востребована очень, связано это вот с чем. У нас произошел очередной рывок, произошел он во многом благодаря большому количеству разных, давайте скажем, голосовых помощников, например. Это системы, которые объединены под общим названием natural language understanding, понимание естественного языка человека. Оно все базируется на лингвистике, очевидным образом. Больше того, на самом деле на лингвистике базируется все, что связано, например, с распознаванием и синтезом речи. На лингвистике же базируется почти все, что связано с обработкой общечеловеческой информации. А в современном компьютерном мире все происходит так, что мир общечеловеческий и мир компьютерный он пересекается сейчас почти там на 40, наверное, процентов. Есть большие области, где люди не используют компьютеры. Но эти области, они объединяются и в ближайшие 20 лет мы, мне кажется, избавимся от областей, в которых компьютеров просто нет. Нормальный человек, он взаимодействует с компьютером так же, как с человеком. Если вы обращали внимание, к сожалению, в России это не так заметно, наверное, в силу того, что мы просто все, в общем, грамотно и можем 7-8 писать. Из моей свежей поездки в Гонконг, я вам хочу сказать, что в Китае и Гонконге все выглядит вообще уже совсем по-другому. Люди почти не набирают буквы и почти не отправляют запросы на компьютер в виде таком телеграфном, как мы привыкли. Люди задают вопросы голосом, люди задают вопросы полным текстом. Это очень странная штука. Мы вообще 20 лет были уверены, что этого никогда не случится, что люди все привыкнут к тому, что нужно, подходя к компьютеру, уговорить сериалы интерны, скачать бесплатно без смс. В реальности все происходит по-другому. Человек подходит к компьютеру и говорит, я бы хотел посмотреть сегодня что-нибудь интересное. И вот эта разница, которая реально сейчас, мы просто видим, как это эволюционирует, и как люди постепенно к этому переходят. Вот эта разница, это один из главных драйверов того, что лингвистика и компьютерная лингвистика в частности будет очень активно применяться и дальше. Спасибо. Нет, в аппаратной части. Значит, смотрите, все эти сегменты, все эти сегменты очень интересны сами по себе. Самое интересное, что сейчас происходит вообще, самое интересное, что происходит в области компьютерного всего, связано на самом деле с тем, что все те технологии, которые мы нарабатывали, все алгоритмы, которые мы нарабатывали, прошедшие 20 лет, наконец-то пошли в более широкую жизнь. И для меня самое интересное происходит, как ни странно, за пределами того, что называется интернетом. Ну вот пример про торговый центр, который автоматически размещает товары на полках так, чтобы они лучше продавались, с моей точки зрения, это как раз один из таких самых крутых примеров. Потому что оно вообще кажется, что отсоединено от интернета. А на самом деле это штука, которая с помощью компьютерного зрения отслеживает перемещение каждого покупателя, в каком порядке человек что брал с полки, и строит некоторые прогнозы, как правильно располагать товары, так, чтобы их покупали лучше. Это, знаете, это смерть мерчандайзеров, на самом деле, называется. Все такие области, все такие области, где можно сказать, что изничтожается какая-то специальность, низкоквалифицированная в пользу чего-то автоматического, они все страшно интересны. При этом, с моей точки зрения, бум, а давайте займемся хардвером, это такая временная мода. То есть, работать с железом на самом деле довольно скучно. С точки зрения программиста тем более. Главная проблема работы с железом в том, что все происходит нереально медленно. Я привык к тому, что я написал код, и завтра он радует 2 миллиона человек. В случае с железом я придумал что-то новое, запрограммировал что-то новое, и прошло 2 года, прежде чем это ушло в производство. Нет, это не для меня. Я не могу жить такими темпами. Как попасть в Яндекс работать? Я, может быть, плохой пример, потому что, во-первых, я в Яндексе уже очень давно, а во-вторых, я, наверное, вот это, знаете, есть такой обычно вопрос спрашивает, о чем вы больше всего жалеете в жизни? Я жалею, что 2,5 года до того, как я попал в Яндекс, я отказывался приходить на работу в Яндекс. Если серьезно отвечать на вопрос, как попасть, ну, на самом деле, у нас довольно большой конкурс на вход на работу программистом, и не только программистом, но, тем не менее, большая часть людей, которые пришли в компанию за последнее время, пришли просто на сайт компании, ставили, там есть раздел вакансий, нашли там вакансию, заплаились туда и вперед. То есть реально большая часть людей приходит именно так. Есть небольшая, я бы сказал, доля людей, которые проходят к нам через нашу школу анализа данных и прочие наши образовательные активности. Есть еще небольшой кусок, который приходит к нам после, там вот, надеюсь, что придет к нам после вышки еще откуда-то. То есть это естественный процесс, так же, как любую другую компанию. Скучно все, я понимаю. Многие просто думают, что там можно построить такую систему, которая позволит автоматически отсеивать неправильных кандидатов, знаете, такой алгоритм написать. К сожалению, практика показала, что есть такая штука, которая плохо измерима, которая называется личный контакт. У нас последняя часть любого прихода на работу это встреча с теми людьми, которыми ты непосредственно будешь работать. И если контакт с самого начала не задался, то скорее всего в эту команду ты не попадешь. Это не алгоритмизируется, понимаете? Ну, по крайней мере, на текущем этапе развития. У меня сейчас будет неполиткорректное высказывание. Я считаю, что программная инженерия сама по себе это область, которая является областью общечеловеческих знаний. В смысле, это то, что вы можете взять из книг, из образовательных каких-то курсов и еще чего-то. К сожалению, компьютер-сайенс сам по себе, именно в чистом виде, то, что связано с настоящей наукой. Это область, которую вам никто нигде не даст, условно говоря, бесплатно скачать без смс. Это такая штука, которой нужно очень долго учиться. Поэтому мне, конечно, она наиболее интересна. И мне как раз больше всего кажется, что самое интересное и самое мощное и самое, простите за это слово, драйвовое, что ли, сейчас происходит именно там. Ага. Все? Больше вопросов нет? А какие проблемы в этой области стоят? В следующей ближайшей несколькой? Ну, одна из главных проблем заключается в том, что если сейчас начну перечислять, то нам не хватит времени до вечера. Главная проблема, наверное, которая сейчас, по крайней мере, с моей точки зрения то, что сейчас происходит, на самом деле заключается в том, что мы недостаточно быстро ставим эксперименты. Сейчас попытаюсь сформулировать, что я имею в виду. Современные нейронные сети в таком виде, как мы их знаем, включая рекуррентные сети, включая все сложные слова, которые я могу там сейчас произнести, они были придуманы уже больше 5-7 лет назад, а начали применять их мы только сейчас. Связано это было с тем, что у нас слишком длинный цикл от науки, в том числе даже прикладной науки, к непосредственно применению. И это та штука, от которой, я надеюсь, в ближайшее время человечество будет избавляться, потому что, на самом деле, она обусловлена вот в чем. Люди, которые программируют в компаниях, и люди, которые программируют в компаниях, плохо понимают математику под нейронными сетями. И это одна из причин, кстати, к вашему вопросу о том, зачем программисту математика. Для того, чтобы укорачивать вот этот цикл. Для того, чтобы ты брал научную работу и реализовывал на ее базе свои прекрасные алгоритмы и свои конкретные какие-то штуки, вот прямо сейчас уже. Мне каждый раз приходится делать с переводчиком, простите. Ну, в смысле, я беру кого-нибудь, кто реально понимает математики, прихожу, говорю так, объясняй, потому что иначе не получается. Но мне везет, у меня такие люди есть, понимаете, а вам-то неплохо бы и самим в этом разбираться. Спасибо. При прилеге на работу так ли важно с нами язык программирования или уже все-таки ничто бы не козиром пояснили? Значит, смотрите, про языки программирования. У нас есть простая формулировка. Мы считаем, что человек должен знать хотя бы один, любой. Любой. В реальности любой. Дело вот в чем. Дело в том, что человек должен продемонстрировать, что он тот самый, ну, короче, что он не насекомый, что он может заниматься и математикой, и программированием. К сожалению, программирование это тоже такая штука, которая нужна. То есть речь здесь на самом деле не о языке, а о каких-то практических навыках в программировании. Ну и да, там все вопросы, которые мы задаем по поводу непосредственно программирования, они в среднем, не сказать, что бы очень сложные. Они все на то, чтобы ты продемонстрировал, что ты вообще с этими языками работал, что ты вообще программировал, а не только формулам доски рисовал. Спасибо вам большое. На самом деле я просто привык к тому, что люди задают, не задают практически вопросов, а у вас даже вопросы были. Я очень надеюсь, что у вас на самом деле получится, и вы поймете, что вам нужно заниматься именно компьютер-сайенсом, потому что, ну, потому что нам всем вас очень не хватает. На самом деле это область, в которой самая большая нехватка кадров из всех, которые я знаю. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ